Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале онлайн-школы MyRuski. Каждый год на канале онлайн-школы MyRuski мы выпускаем видео-диктант ко дню русского языка. И сегодня вы смотрите именно это видео. В этом видео будет диктант о русском языке и, конечно, на русском языке. Смотрите, слушайте и пишите диктант. В этом видео мы возьмём фрагмент из цикла «Слово к молодым» Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Учиться, говорить и писать. Если вдруг вы не знаете, Дмитрий Сергеевич Лихачёв – это советский и российский филолог, литературовед, историк, лингвист, профессор и, в общем, очень умный человек, который писал и говорил мудрые вещи. Итак, диктант. Сначала я прочитаю весь текст. Потом я буду читать фразы медленнее, чтобы вы успевали записать. И в конце прочитаю снова весь текст от начала и до конца, чтобы у вас было время проверить то, что вы написали. Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает. Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чём мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении. Но мысли наши не формулируются языком. О русском языке как языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира. Язык, развивающийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Теперь читаю второй раз. Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, новое предложение, думает. Такое короткое предложение. Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чём мы думаем. Или подталкивают мысль в каком-то отношении. Или подталкивают мысль в каком-то отношении. Но мысли наши все формулируются языком. Но мысли наши все формулируются языком. О русском языке, как языке народа, писалось много. О русском языке, как языке народа, писалось много. Это один из совершеннейших языков. Это один из совершеннейших языков мира. Язык, развивавшийся в течение более тысячелетия. Язык, развивавшийся в течение более тысячелетия. Давший в девятнадцатом веке лучшую в мире литературу и поэзию. А теперь слушаем третий раз текст уже весь, чтобы вы проверили, как хорошо вы его написали. Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает. Это надо понять досконально во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении. Но мысли наши не формулируются языком. О русском языке, как языке народа, писалось много. Это один из совершеннейших языков мира. Язык, развивающийся в течение более тысячелетия, давший в девятнадцатом веке лучшую в мире литературу и поэзию. И это был новый диктант «Ко дню русского языка». Учите русский язык вместе с онлайн-школой «Май русский». Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова